приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про патч 1 26 а также про карту сталинград как она изменится в ближайшее будущее вышла новость у нас на сайте изменение техники в обновлении 1 26 здесь ничего нового все эти изменения мы в прошлых видосах уже посмотрели поэтому заостряться сильно не буду будет апнута ветка amx 50 фош b также еще акционный танк amx 50 фош 155 который можно взять за бон и его тоже улучшат начиная с восьмерки amx ac мл 48 заканчивая фошами на десятом уровне всем этим танкам улучшат максимальную скорость назад до 18 километров на восьмом уровне помимо всех этих изменений еще улучшат точность перезарядку немножко добавит хп также еще улучшат стоковые пушки на них добавят барабаны раньше барабан был только на топовые пушки на девятке самый скромный ап всего лишь улучшение скорости заднего хода и все у десятка mx 50 фош b еще улучшат мощность двигателя помимо задней скорости но самый интересный ап лично для меня я вряд ли стану играть на mx фош b он мне как не был интересен так и не будет интересен мне на нем не мощность двигателя не задний ход особо не нужны мне там больше всего вымораживает пушка да с одной стороны она интересна если кого-то подловишь с другой стороны в позиционках она слабо кого-то может развалить поскольку там слабое пробитие маленькой альфа и очень долго раздаешь барабан поскольку альфа небольшая снаряда много да когда между пульками быстро но все равно пока все снаряды выстреляешь можно отлететь в ангар а вот мx 50 фош 155 он мне намного больше нравится мне на нем интереснее игралось его бы за боны я бы себе взял но тут его еще и апают и теперь это для меня лично приоритетней мало того что у него тоже максималка назад увеличивается до 18 километров еще ему улучшает перезарядку на 6 секунд 44 секунды кд а пушка у него очень жесткая огромная альфа 3 снаряда да между выстрелами кд подольше но там огромное пробитие и альфа буквально за бой раздаешь пару барабанов и все свободен у тебя куча урона можно даже не весь барабан с уроном раздать там буквально две тычки даешь уже полторашка урона практически два неполных барабана за бой раздал 3000 урона это намного проще сфокусировался чтобы за бой раздать пару нормальных барабанов и все ты уже в принципе свой результат отбил можно выдыхать причем раздавать эти барабаны намного проще тебе не надо миллиард снарядов раздавать я бы не сказал что это прям все равно легкий геймплей лючки огромные все равно на рубке есть между снарядами когда большое с этим тоже нужно мириться играть все равно не легко но с улучшенной перезарядкой улучшенным задним ходом во первых мы быстрее сможем эти барабаны за бой раздать и легче будет кого-то подловить и отбить свой результат легче откатиться с улучшенной скоростью так еще и на 20 процентов улучшает стабилизацию а с этой огромной пушки с большим пробитием с улучшенной стабилизации этот танк будет прям с кайфом раздавать барабаны и вот это вот после а по мне хочется покатать прям реально хочется а вот 10 уровня прокачиваем и фош там с пушка ничего не сделали поэтому он не остается не интересен по-прежнему теперь ветка 50b я считаю что это танк и так норм а вот девятку восьмерку апнуть надо но они апают и десятку улучшает ему точность улучшает сведение улучшает хп все то что ему нужно я это танчик люблю поэтому в принципе это хорошо 50 120 апают намного больше поскольку там больше пушек им всем улучшает сведение точность добавляет побольше хп плюс 200 также перезарядку внутри барабана улучшают я думал что три секунды будет между выстрелами а будет 273 вот почему-то на этом танки любят извращаться с этой цифрой не могут сделать там две с половиной секунды или три вот надо две целых семьдесят три сотых по-другому этот танчик не забалансить в настолько несбалансированной игре я художник я так вижу но этот танчик действительно требовал апа и ап вроде как неплохой и на нем будет приятнее проходить прокачивать эту ветку и против него хорошо что мы 200 хп добавили мясо больше 50 120 тоже очень сильно апают улучшают стабилизацию там примерно на 10 процентов где-то чуть больше где-то чуть меньше тоже улучшает сведения точность добавляет 200 хп тоже больше мяса это хорошо опять этот непопулярный баланс техники увеличением хп и даже зацепили восьмерку из другой ветки м их 65t улучшили ему сведения улучшили пробитие причем сведения ему улучшили на стоковой пушке пробитие улучшили на топовой пушке и пробитие голдой на топовой пушке улучшили также улучшили у воены до 10 градусов теперь можно огромный лючок показывать через более кучерявые бугры очень солидный ап ветки panzerkampfwagen 7 хотел бы я так сказать но на самом деле показали еще картинки с тем как переделывают броню у этой ветки и это выглядит неплохо поскольку брони наварили очень хорошо так десятки panzerkampfwagen 7 улучшат перезарядку также улучшат сведения улучшат еще броню в маске было там 200 будет 260 хотя бы не будут пробивать обычными снарядами все кому не лень также огромные уязвимые зоны по бортам вокруг башни были 223 миллиметра будут 291 что уже выглядит неплохо учитывая что в игре есть плюс-минус 25 иногда даже голдой не все будут пробивать но у нас остается дырявая нлд у нас остается не сильно огромное пробитие специальными снарядами у этого танка если сравнивать этот танк с танком за глобальную карту также не супер большая альфа но то что этот танчик становится плотнее это хорошо а вот если посмотреть на восьмерку там брони прям наварили очень много вк 4502 аус а альфа тапок восьмого уровня у него очень страдает динамика и максимальная скорость вперед и назад он становится намного тяжелее удельная мощность теряется скорость поворота теряется но увеличивается прочность башни и стоковой и топовой также очень много добавляют брони и он теперь наконец-то будет танковать поскольку у него в лд было 260 миллиметров и теперь будет почти 300 нормально так наросло в нлд было 170 миллиметров будет 191 но я думаю нлд все равно особо держать ничего не будет но может хотя бы в топе иногда будет спасать также лоб башни был всего лишь 188 миллиметров что вообще смех а будет 259 и на щеках башни тоже брони будет намного больше было всего лишь 225 что как бы мало будет 337 что как бы офигеть как много практически на 100 миллиметров выросла в общем и целом танчик становится плотный и даже на стоковой башни броня тоже подросла а вот что касаемо vk 4502b девятки тут улучшаются у вены у всех пушек до 7 градусов было 5 также улучшается перезарядка и сведения а вот улучшение брони я не вижу и это странно поскольку танчику не мешало бы зашить броню да он безусловно бронированный но я бы не сказал бы что это броня сейчас как-то им будет у него и на фоне всех апнутых танков вокруг него она еще меньше будет имбовать также улучшает еще патру 88 улучшают точность сведения пробить основным специальным снарядом также максимальную скорость вперед и стабилизацию немного улучшают нужно будет протестить как этот танчик с улучшенными характеристиками будет показывать себя в патче 126 апнули очень много различных циферок у него небольшая альфа он большой дырявый хватит ли это ему чтобы он показывал хороший результат но вряд ли я думаю что он будет имбой но теперь возможно можно будет на нем хотя бы участвовать в боях и не падать в грязь лицом а может быть и продолжим падать посмотрим а этом еще у французов забыл что а м xm 4 мл 49 снова апает уже третий или какой раз ему снова улучшает перезарядку на секунду ему снова улучшают сведения снова я на нем пару бою сыраю нормальных а потом он начнет меня снова разочаровывать придется опять тестировать этот кусок он конечно же далеко не самый плохой но посмотрим скоро ему перезарядку до нуля уже апнут можно будет на нем струей стрелять так продолжаем наши апы британских танков чифтейн т95 который я 30 миллиардов лет назад взял за гк улучшает но очень скромно максималку чуть-чуть вперед максималку чуть-чуть назад также у него меняют снаряды и раньше тот снаряд который был у него голдовым становится базовым и добавляют специальный снаряд еще с пробитием 270 это очень смешное изменение у него раньше пробитие было основным снарядом кажется 202 а специальным что-то типа 238 теперь это 238 становится основным пробитием а специальное 270 принципе вот весь ап пробитие улучшили и немножко максимальную скорость не сказал бы что этого хватит удельную мощность бы еще подкрутить поскольку бароня все равно нивелируется огромным млячком на башне и очередной apv4202 долгожданный очередной уже не помню по счету какой когда же апнут первый образец ст2 помойку с ковшом еще много кого но зато мы не устаем наблюдать очередной apv4202 скорость поворота улучшают перезарядку сведения скорость поворота башни мощность двигателя стабилизацию очень много всего накрутили и танчик уже приближается по цифрам к cdc но немножко у него есть броня и все равно некоторые цифры послабее там у cdc дпм получше и сведения полторы секунды и точность получше но зато тут есть чуть-чуть брони который все равно не танкует посмотрим во что превратится этот кусок также улучшают американский т95 е2 который недавно можно было получить смешно что танк был даже не премиумный его сделали премиумным а теперь еще и апнули и в патче 126 у него будет перезарядка на полсекунды лучше 7 секунд пробитие 212 что в принципе уже обычно для восьмого уровня специальным 265 удельная мощность подрастет потому что двигатель будет 630 а был 560 мощность и улучшает на 14 процентов стабилизацию но в принципе танчик будет просто обычным как для восьмого уровня поскольку он был на самом дне а ему дают вот обычные параметры посмотрим я думаю что он будет просто обычным танком чуть выше дна также улучшает ему броню в маске было 121 там будет 269 ну и в конце еще хочу поговорить про карту сталинград весной прошлого года примерно год назад или летом точно не помню я был на супер тесте карты сталинград там был разработчик который впервые я так понимаю начал делать карты и это его первое творение понятное дело что первый блин комом но позвали блогеров некоторых покататься на этих картах посмотреть идеи какие в них косяки высказать свое мнение мы покатались высказали свое мнение и вот в чем прикол это было больше похоже на то что мы покатали и просто критические косяки в карте которые увидели рассказали про них чтобы их исправили глобально наше мнение не сильно учитывалось ну понятное дело что мы возможно там обычные мелкие блогеры не достойны чтобы наше мнение прям сильно учитывали возможно мы там не сильно разбираемся в картах кто это будет проверять вообще чем мы там понимаем не понимаем стоит ли наше мнение вообще чего-то или нет но вот какие изменения в карте в основном изменений 2 первое это освещение поменяли на более мрачное какой-то такой зеленоватый болотистый оттенок заранее скажу что в некоторых других играх я уже видел изменения подобные с освещением и такие мрачные зеленовато душные цвета не особо заходят игрокам вот допустим какая-то такая мрачность как на карте студянки еще более-менее приемлемо не знаю будут танкисты по этому поводу ныть или нет но она на глаз ощущается не очень да может какую-то атмосферу она и создает но в это еще нужно играть и играть некоторым придется много и часто некоторые каждый день играют и много и каждый день эту зеленую фигню видеть ну такой себе лучше слишком сильно не отклоняться от обычного стандартного освещения особенно в такие вот непонятные цвета это первое второе глобальное изменение это то что много мусора и ежей всяких уберут с карты и вот к чему я рассказал про то что я был на супер тесте этой карты я разработчику этой карты практически год назад говорил что слишком много мусора на карте слишком много всяких там домиков заездов переездов все скукожено скучковано всего много натыкано в одно место там в этих дворах можно заблудиться чем танкисты в основном и занимаются помимо того еще вот эта куча мусора ежей мешков каких-то плит короче навалено текстур на карту столько что там просто себя тяжело и надо найти а в это еще нужно играть какие-то позиции прострела искать по тактике двигаться а карта просто тебе мешает везде всегда по раздвигали некоторые домики проезды по убирали ежи мешки там где-то какие-то в общем начинают делать то о чем я говорил год назад хорошо что процесс идет хорошо что люди понимают что что-то не так нужно дорабатывать карту это прекрасно но можно было наверное процесс сократить и не растягивать его на год и делается это очень просто приглашаешь топ игроков топ блогеров которые хорошо играют чтобы они покатали карту на супер тесте высказали свое мнение и чтобы это мнение было то которое чем-то подкреплено понятно что эти люди высказывают что-то на что стоит обратить внимание а не приглашать мелких челиков мелких блогеров которым возможно разработчики не доверяют возьмите вот крупных топ игроков он да у вас там есть киберспорт киберспортсмены они вам расскажут про ваши карты от и до если вы заинтересуете потратят на это там в какой-то вечер часик-другой покатаются и это будет намного лучше быстрее и сократит разработку карт не надо будет целый год дорабатывать то что было сказано год назад поскольку было очевидно что все вот эти ежи мусорники проездики узенькие какие-то там стеночки непонятные добавленные одно все мешает играть она все не дает вообще просто противно на карте находиться это все очевидно было и так но дам запретили высказываться по этой карте когда мы на супер тесте и откатали это было то ли летом то ли весной карта вышла осенью но некоторым блогером топовым по типу юши заранее дали возможность про эту карту чё-то там рассказать показать но на хрена это было сделано непонятно они являются какими-то там топ игроками просто рассказать какие-то ключевые места по карте и показать ее это ни о чем зачем это вообще сделано непонятно просто прорекламировать карту а то что она получилась вот такая ужасная и многие ее не любят лучше бы на этом сфокусировались было бы лучше если топ игроки приложили свою руку к созданию нормальных карт чтобы они создавались намного быстрее адекватнее и лучше игрались а те которые особо хорошо отличились можно какие-нибудь там тематические штуки добавить на карту которые приурочены каким-нибудь там топ игрокам топ-блогерам которые в этом всем поучаствовали или можно этого и не делать но в любом случае это было бы куда лучше зачем растягивать создание карты на целый год чтобы исправить просто элементарные вещи которые очевидны для людей которые играют много на высоком уровне что вот это вот она не играбельно и она не надо игрокам вообще вот эти вот кучи кучи на каждом повороте вот эти ежи с ежами целыми полями там за одним поворотом можно найти миллион миллиардов тракторов в которых можно просто заблудиться я вам скажу что вот это изменение это только часть того что нужно этой карте и и еще можно перекапывать чуть ли не половину карты чтобы она была более-менее нормальный они просто мусор с карты убрали которые просто банально вообще мешал играть то что можно было сделать год назад процесс идет и надеюсь человек который карты делает учтет свои ошибки и следующие карты которые будут делать будут лучше и карта быстрее дойдет до играбельного состояния а не целый год времени на вот это вот все потратить после этих изменений карта сталинград не станет самой прекрасной картой она просто станет менее душной станет чуть приятнее и все она по-прежнему будет очень быстро играться поскольку есть очень близкое туннельное направление в котором одна команда может быстро снести другую и пока там на зелени челики друг друга ищет пол боя им уже всю команду пронесут а зелень очень в плохом состоянии в плане играбельности в плане того чтобы повлиять на бой эту карту еще можно переделывать и очень сильно чтобы она была более играбельной и приятной пишите свое мнение в комментариях с вами был арчи карать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока